Ребята, всем добрый день или доброго времени суток! Сегодня в этом ролике мы поговорим о том, как подготовиться к ЕГЭ по литературе за полтора месяца. Времени осталось совсем немного, поэтому нужно усиливать подготовку, нужно конкретно планировать, выстраивать стратегию, что делать каждый день, что делать каждую неделю и заниматься именно нужными вещами. Для начала представлюсь, если вы меня не знаете, если вы со мной не знакомы, если вы сегодня впервые смотрите ролик со мной. Меня зовут Фариша Князева, я преподаватель по литературе в онлайн-школе Умскул, я обучила 660-800 бальников по литературе, преподаю уже шестой год, очень-очень много работаю в Умскул, всегда стараюсь делать свои занятия интересными, яркими, насыщенными. Еще к тому же я люблю учиться, я окончила факультет журналистики МГУ с красным дипломом, отучилась потом в МПГУ по направлению преподавателя литературы, и сейчас я продолжаю, продолжаю работу с вузами, но уже не учусь, а сама преподаю русскую литературу в ранг Хиггс для журналистов. Ну и конечно я очень творческая личность, постоянно развиваюсь, изучаю психологию, путешествую по миру, и постоянно ставлю новые цели и достигаю их. Это позволяет мне еще больше работать над моими курсами, еще больше давать моим ученикам. Предлагаю вам подписаться на мой телеграм-канал, там очень много полезной информации, очень много полезных материалов, которые вы можете найти, сразу перейдя туда, подписавшись. Также я выкладываю все ссылки на различные мероприятия, на вебинары, все-все-все в телеграм-канал, поэтому обязательно нужно подписаться, чтобы ничего не пропустить. Я всегда была влюблена в литературу, мечтала поступить на журфак, окончила красным дипломом, потом получила корочку преподавателя, теперь путешествую по миру, занимаюсь любимым делом, готовлю ребят к поступлению в вуз мечты. И мне это очень-очень нравится, поэтому надеюсь, что мы сегодня с вами в этом небольшом ролике интересно и продуктивно пообщаемся. Программа этого ролика, мы поговорим про алгоритм, алгоритм работы, советы я дам полезные, как готовиться к экзамену по литературе, и в конце, обязательно смотрите этот ролик до конца, в конце я объявлю условия розыгрыша, в результате которого можно выиграть наш курс Flash, очень крутой курс, который позволит вам за полтора месяца подготовиться к экзамену по литературе. Там очень много занятий, там 198 коротких занятий и около 50 длинных уроков, которые идут по 2 часа, и в течение этого времени вы можете смотреть, готовиться, и можно выиграть этот курс, что очень-очень круто, поэтому я расскажу в конце, я подарю подготовку к ЕГЭ со мной, нескольким из вас, поэтому смотрите этот ролик до конца, чтобы узнать все условия. Итак, алгоритм подготовки к ЕГЭ по литературе. Первое. Читайте произведения, обязательно нужно знать содержание каждого произведения. Конечно, осталось мало времени, и вряд ли вы успеете все это дело прочитать, но можно читать краткие пересказы. Сейчас, уже за 2 месяца до ЕГЭ, нет возможности прочитать все, но нужно знать содержание каждого произведения. Почитайте несколько пересказов, по одному тексту прочитайте 2-3 варианта пересказов. Кстати, у меня на этом YouTube-канале выходят крутые пересказы в образах, можете их в том числе тоже смотреть. Обязательно читайте пересказы, несколько источников используйте, и в дополнение рекомендую вам читать анализы сайта урок в формате А4. Там очень много разных материалов, очень много разных анализов, которые я рекомендую вам смотреть. Ну и также можно читать отдельные фрагменты. Конкретно самые полезные фрагменты, те фрагменты, которые чаще всего нужны для того же 6-го задания, фрагменты, которые нужны для 12-го сочинения, чтобы четенько их знать и использовать на ЕГЭ. Поэтому нужно знать содержание произведений, чтобы в день перед ЕГЭ вы были уверены в том, что вам не важно, какое произведение встретится в Киме, вы все помните, вы все знаете, вы знаете как минимум содержание произведений, и знание содержаний помогает дальше работать с текстом и анализировать. Анализировать его, думать, размышлять над героями, над темами, проблемами и так далее, и так далее. Главное знать, о чем эта книга, чтобы не допустить фактических ошибок и быть уверенным в том, что вы действительно пишете то, что происходит в самом произведении. Поэтому это прям первый шаг, первый, самый базовый элементарный шаг. Второй шаг. Вы пишете себе ключевые эпизоды и главных героев. Я прям рекомендую по каждому произведению расписать для себя в тетрадочке ключевые эпизоды. Что значит ключевые эпизоды? Эпизоды, в которых герой как-то развивается, или у него происходит кризис, или завязывается конфликт, или какое-то столкновение героев происходит в этом моменте, да, и вы все это хотите зафиксировать. Или дается портрет персонажа, в котором выражается отношение автора, или черты самого героя, его характер. Поэтому я рекомендую вам обязательно все эти эпизоды выделить, и обязательно расписать для себя главных героев. Хотя бы главных. Вообще по-хорошему знать всех, но по крупным произведениям, понятное дело, что вы всех не запомните, но очень часто на Яга любят делать сопоставления. Хотя бы главных и второстепенных. Распишите каждому произведению, кто есть кто, кто чем занимается, потому что есть в тестовых заданиях вопросы, которые иногда пугают учеников. Поэтому, пожалуйста, в этом плане тоже будьте внимательны и все для себя записывайте. Также прочитайте теоретическую информацию в учебниках ГОС. В одобренных учебниках не всю информацию можно писать на ЕГЭ по литературе, не все мысли, не все идеи критиков, литератроведов можно указывать, потому что мы все-таки опираемся на материалы в ГОС, и мы опираемся на авторскую позицию. Мы всегда раскрываем тему сочинений с опорой на авторскую позицию. Поэтому я рекомендую вам прочитать теоретическую информацию в учебниках ГОС. Чтобы быть готовым, список учебников ГОС я могу прислать вам в телеграм-канале, можете там это дело найти. Также рекомендую вам прочитать анализы в авторитетных источниках обязательно. Читайте различные справочники, учебники. Учебники сухих я очень рекомендую. Рекомендую универсальный справочник с Кубачевской. Начните с Титаренко, это как бы самое такое элементарное. И читайте анализы на сайте в формате, урок в формате А4. Там очень много разных выжимок из учебников, что тоже вам поможет. Обязательно прорешивайте минимум 20 тестовых заданий в день. Чем больше тестовых заданий вы проделаете, тем больше вы будете готовы, тем лучше вы подготовитесь к ЕГЭ, потому что в тестовых заданиях часто ребята теряют баллы. Иногда бывают какие-то сложные тестовые задания. Иногда бывают какие-то такие сложные вопросы, на которые вы уже не помните ответа. Особенно по содержаниям произведений, по героям любят подобные вопросы задавать. Также рекомендую вам составить тезисные планы сочинений для 5 задания и для 12 задания. Тут важно брать разноплановые темы, чтобы с разных аспектов произведения понять и запомнить. В Тихом Доне может быть жизнь казачества, может быть женская судьба. И вы как бы заранее готовьте для себя эпизоды, образы, к которым вы будете обращаться в таких подобных сочинениях, на что вы будете смотреть. Можно еще прописать в этом плане именно отдельно каждому сочинению тезисы. Можно рассмотреть по каждому произведению тему сочинений и тезисы прописать. Конечно, нужно обратить внимание на то, что сочинение это очень важный элемент. Важно не просто разбирать произведение, но и важно обязательно прорабатывать тему сочинений, видеть, какие темы чаще всего бывают на ЕГЭ. И по каждому произведению рекомендую все-таки хотя бы минимум 3 или 5 тем, 5 сочинения, 12 задания обязательно прорабатывать, чтобы все это четенько вошло и чтобы вы могли хорошенько подготовиться. Ну и, конечно, у нас еще есть курс Flash. Это подготовка к ЕГЭ с нуля на 80+, всего за 45 дней. За полтора месяца мы пройдем абсолютно всю программу, все необходимое, что нужно для ЕГЭ. Будут готовые конспекты в одном месте, по которым можно постоянно повторять материал. Мы изучим все произведения из кодификатора, их там почти 200 с учетом лирики. И вы научитесь писать все сочинения, мы разберем много тем, которые могут попасть на реальном ЕГЭ. Более того, на курсе Flash у нас 44 сочинения для отработки и плюс 3 пробника, которые вы прорешаете за это время. Это очень большая практика, которая поможет подготовиться, так выстроена наша система Flash. Но какие советы я еще вам даю, что еще рекомендую делать? Не забывайте о лирике, потому что без лирики, без подготовки к лирической части не будет высоких баллов. Формируйте свой банк аргументов для сопоставлений в 11 задании. Можно учить стихотворения полностью, а можно учить отдельные строчки. Я все-таки рекомендую обязательно учить отдельные строчки больше, потому что времени осталось мало. И так вы больше выучите, так вы больше запомните, и так в целом будет для вас лучше. Но если не получается совсем по строчкам учить, хотя бы выучите 10 разных стихотворений по разным темам. Ну полностью тогда придется выучить. Не читайте произведения по выбору и книги из дополнительного списка. По выбору могут встретиться произведения только в 12 сочинении, без них можно обойтись. А доп. список это то, что в кодификаторе в правом столбце. К этому всему лучше обратиться в последнюю очередь, если останется время. В чем я очень сомневаюсь, потому что и так материала очень много, и лучше делать то, что обязательно встретится, нежели то, к чему вы сами можете обратиться. Обязательно окружите себя литературным контекстом. Прекрасный курс от Тарзамас про русскую классику, сборники, красивые видосы на ютубе, где читают стихотворения, аудиокниги. Мы живем в прекрасную эпоху. Ходите в театры, смотрите постановки и параллельно готовьтесь к ЕГЭ. Читайте сочинения с комментариями экспертов ЕГЭ. На сайте FIP есть методические рекомендации, там публикуются такие штуки очень классные. Там можно прочитать эти комментарии к работам и понять, каких ошибок можно избежать и на что можно обратить внимание. Обязательно оттачивайте навык написания сочинений, хотя бы раз-два дня писать одно сочинение. Иначе на ЕГЭ может быть ступор перед белым листом и непонимание, что делать. Мы на курсе Flash каждый день почти будем писать, потому что постоянная работа дает результат. Конечно, фиксируйте обратную связь от преподавателей. Это может быть прямо книжечка, тетрадка, куда вы записываете все замечания, ошибки и периодически возвращаетесь к этим моментам. Ежедневно решайте тестовые задания. Я об этом уже говорила, да, потому что в тестовых заданиях иногда бывают сложные вопросы. И чем больше вы решите, тем больше вероятность, что все эти сложные вопросы вы сможете отработать. Читайте обязательно критические статьи от авторитетных литературоведов. Белинский, Добролюбов, иногда Писарев, иногда не ко всем произведениям. Ну вот к отцам и детям точно да, к Евгению Онегину нет. Изучайте обязательно работы 100-бальников, смотрите, как выстроена работа, из чего она состоит. Ребята публикуют их во всех пабликах ВКонтакте, даже у нас можете посмотреть. В Телеграм-канале у нас можете посмотреть, есть отдельные файлики с работами 100-бальников. Можете посмотреть, поизучать, как выглядят 100-бальные работы. Ну и, конечно, не забывайте об отдыхе и размеренной подготовке. Нужно избежать выгорания, перегруз, потому что просто-напросто может не хватить сил до дня ЕГЭ. А здоровый сон помогает хорошо усваивать новую информацию. Поэтому обязательно старайтесь выстраивать именно размеренную подготовку, чтобы вообще хорошо подготовиться к экзамену. И в целом, ребята, я напоминаю вам о том, что за оставшееся время еще можно успеть подготовиться на высокий балл и быть конкурентоспособным при поступлении. И один из вариантов это готовиться со мной на курсе Flash. Я напоминаю, что курс Flash это полноценная подготовка с нуля за полтора месяца. Поторопитесь, скидки на курс сгорают. 21 февраля в 23.59. И среди тех, кто приобретет курс, будет розыгрыш AirPods и iPad. Условия розыгрыша Flash. Что нужно вам сделать? Вам нужно написать в комментариях под этим видео, почему вы решили сдавать ЕГЭ по литературе. Это первый вопрос. И второй вопрос. Нужно будет написать ваш ник в Телеграме. И победителя я объявлю в Телеграм-канале. О нем я рассказала как раз-таки в начале ролика. Обязательно подписывайтесь. 23 марта я расскажу, кто же все-таки выиграл, кто же все-таки получил курс Flash, который очень крутой и где есть абсолютно все, чтобы подготовиться к ЕГЭ по литературе. Помимо этого, это еще и подкаст с психологом. Мы заботимся о вашем ментальном здоровье в период подготовки. Когда очень тяжело, и чем ближе экзамен, тем больше стресса, тем больше нервов. Курс по профориентации. Если вы до сих пор не знаете, куда поступать с литературой, что дальше делать, тоже можно это будет посмотреть. И база пробных вариантов. Мы заботимся о том, чтобы было достаточно практики. И всего этого тоже даем в большом количестве. Ну и также индивидуальный урок с личным куратором в тарифе премиум. Ну и вообще, курс Flash представляет собой полноценную подготовку к ЕГЭ за полтора месяца. Как я уже сказала, там есть короткие ролики, длинные ролики. Вы можете выбирать и огромное количество сочинений. Поэтому обязательно участвуйте в розыгрыше. Пишите, почему вы решили сдавать ЕГЭ по литературе. Ваш ник в Телеграме. А если вы уже хотите записаться, переходите по ссылке в описании. Пишите кодовое слово Flash. Я обо всем вам расскажу. Ну и удачи всем в розыгрыше. До скорых встреч. Пока-пока.